Сегодня казахстанская армия не только один из важнейших атрибутов государственности, но и синоним высокой боеспособности и силы. А защитники Отечества – настоящее воплощение чести, доблести и мужества. Именно эти качества особенно ценятся в воинской части 55-14 Национальной гвардии Казахстана. 7 мая в Республике Казахстан отмечается доблестный праздник – День защитника Отечества. Это день величия и мужества, когда вспоминаются подвиги предков и отдается дань нынешним защитникам, несущим свет в мир. Данный праздник – это не только время почтения подвигам и героизму, но и возможность выразить благодарность и уважение тем, кто стоит на страже безопасности нашего государства. Один из них – Иван Прохоренко, солдат срочной службы в воинской части 55-14. Призвался с города Петропавловска, служу уже 10-й месяц. Чему научился в армии? Ну, в основном, как сказать, в будущее мне пригодится дисциплина, самостоятельности какой-то небольшой, ну, как, может быть, для кого-то даже большой. Как-то в основном, получается, вот в армии все сам делаешь, там, где-то научился чему-то, вот, многому научился, потому что здесь за тебя никто ничего делать не будет. Я рад, что отслужил, потому что, как, все равно чему-то научился для себя. Молодые парни, которые боятся пойти, там, в военкомат, там, где-то отслужить пойти, я думаю, ничего страшного в этом нету. Быт военнослужащих наполнен дисциплиной и ответственностью. Для них каждый день это служение Родине, где требуется не только физическая выносливость, но и моральная сила. По словам военных, служба в армии – это не только испытание на выносливость, но и уникальная возможность для самосовершенствования и воспитания чувства патриотизма. Большим авторитетом среди коллег пользуется заместитель командира батальона Дусымхан Жазитов. Военнослужащий родом из Североказахстанской области. Закончил Академию Национальной гвардии Республики Казахстан. Выпостаси военнослужащего уже 12 лет, тогда как службе в воинской части 5514 приступил 8 лет назад. Суровый и требовательный с виду мужчина – дома образцовый семенин, воспитывающий вместе с супругой двоих детей. О своей работе он рассказывает охотно, с огнем в глазах. Когда к нам приходят молодые солдаты, мы в первую очередь их обучаем разборке и сборке оружия, а также технические характеристики оружия АК-74. Затем мы особое внимание уделяем на физическую подготовку, потому что сейчас есть солдаты, которые никогда физической подготовкой не занимались. И внедряем им распорядок дня, то есть это подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера и учим правильному питанию солдат. Обучаем их патриотизму, чтобы они любили свою родину и уважали своих родителей. Карина Закриева, Надир Хамзин, телерадиокомпания «Житусу». Карина Закриева, Надир Хамзин, телерадиокомпания «Житус», 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 «Житус».